Добрый день! Как меня слышно? Если нормально слышно, напишите, пожалуйста, плюсик в чате. Добрый день! Отлично! Меня зовут Юлия, я преподаватель русского жестового языка и параллельно веду начальные классы среди глухих детей. И сегодня я бы хотела вам рассказать про культуру глухих, потому что очень многие не знакомы, что такое вообще глухие. На презентацию у меня вот тут вот прям красной черточкой подчеркнуто «немой». Глухие очень не любят, когда их называют глухонемые. По сути, это неправильный термин. Почему? Потому что глухой-то понятно, он не слышит. А «немой» — это термин очень некорректный. У глухих есть жестовый язык. Язык, наш русский жестовый язык — это полноценная лингвистическая система. В 2012 году наш президент Путин подписал указ о том, что русский жестовый язык — это не просто средство общения для глухих людей, но и язык. То есть, по сути, немой — это человек, который не может ни говорить ничего, а глухие они могут говорить. Только они говорить могут не устно, как обычно внимают остальные, а именно по сердцам рук, на жестовом языке. И очень некорректно использовать вот этот термин — глухонемые. Лучше всего использовать глухие, неслышащие или человек с инвалидностью по слуху. Также очень часто путают глухих и слабослышащих. Слабослышащие — это люди, у которых есть остаточный слух. Если они наденут слуховой аппарат, мы чуть дальше об этом расскажем вам, что такое слуховой аппарат. Если они наденут слуховой аппарат, это не значит, что они станут прям тут же слышащие. Нет. И часто путают глухих и слабослышащих. Глухих называют щадящих. А слабослышащими — нет. Глухие, они являются глухими. У них никакого слуха нет, они не слышат. А слабослышащие, повторюсь еще раз, это у людей, у которых есть остаточный слух. Но они не являются слышащими, даже если у них будет слуховой аппарат. Так, следующий термин — это жестовый язык. Очень многие путают язык жестов. Язык жестов — это когда проявляется психология, поведение. Вот, например, если вот так вот. Видно меня? Если вот так вот, или носиком чешут, или там прическа поправить. Это все язык жестов. Вот итальянцы, они очень эмоционально слышащие, которые не знают жестового языка, они очень эмоционально рассказывают. Вот так вот показывают, или еще что-то. Это у них как раз язык жестов. Язык жестов также есть у животных. Но глухие общаются между собой только жестовым языком. В нашем случае русским жестовым языком. Также неправильно используют термин «сурдопереводчик». Сурда, если перевести с французского слова, это глухой. То есть получается глухой переводчик. Это неправильно. Вот переводчик жестового языка — это корректно. Но наше законодательство, к сожалению, там везде прописано именно как сурдопереводчик. Но наше общество глухих старается идти к тому, чтобы вот этот термин исчез. И последний термин — это пользователи кохлеарных имплантов. Кохлеарный имплант — это, по сути, слуховой аппарат. Но слуховой аппарат, он как бы внешний, то есть на ушко вставляется. А кохлеарный имплант делает операцию, и вот эту штуку, аппаратик, он вставляется вон туда, внутри. Очень часто их называют кохлеаршиками. Нет, это очень обидный термин, неправильный. И лучше всего использовать термин вот такой вот — пользователи кохлеарных имплантов. С этим все понятно. Есть какие-то вопросы по этой презентации? Видимо, вопросов нет. Поехали дальше. Потом презентацию нельзя будет скачивать. Почему? Потому что эта презентация моя персональная, я ее очень долго делала, и поэтому скачивать нельзя. Но я могу вам потом предоставить литературу, где можно посмотреть все это. Или ссылки. Хорошо? Так, глухие делятся на два вида — рано-оглокшие и поздно-оглокшие. Рано-оглокшие — это, грубо говоря, если человек уже родился с глухотой. А поздно-оглокшие — это, как правило, 3-5 лет, когда у ребенка пропадает слух. Почему мы разделяем эти понятия? Потому что ребенок, когда он рождается с нормальным слухом, он впитывает информацию посредством уха. То есть у него постоянно окружается, допустим, мама, когда сказки рассказывает, или когда мама ругается, или опасно. То есть ребенок это все слышит, он понимает. И у него, по сути, уже до 3 лет сформирован вот этот словарный запас русский. И у того ребеночка, который родился полностью глухим, у него вот такой вот роскоши нет. Он получает информацию посредством глаз. Но представьте себе, если мама не знает жестового языка, она не может с ним найти контакт. Мама ему что-то говорит, он не слышит и смотрит, как мама просто открывает рот. Или мама как-то там примитивные жесты использует. Показывает пальчиком это, это, это. Ребенку очень трудно, он не получает полноценную информацию. И когда он идет в детский сад или в школу, у него очень ограничен словарный запас русского языка. И поэтому мы делим. У Рана Глокши, как правило, очень сильный акцент. У них глухой голос, они очень плохо говорят. А вот поздно оглопшие, они хорошо говорят, у них сохраняется речь, они помнят звуки. И у них правильно построена грамматика русского языка. Так, теперь слабослышащие. Слабослышащие это не глухие, повторюсь еще раз, и не слышащие. Слабослышащие это что-то между глухим и слышащим человеком. У слабослышащие тоже есть свои сложности. Они, по сути, почти как глухие, но с помощью слухового аппарата хоть как-то могут получать информацию через слух. Ну и пользователь кохлеарных имплантов. Я не буду на этом заострять внимание. В интернете очень много про это написано. Можно посмотреть, как это действует. Мы, сообщество глухих, не очень приветствуем вот эту вот операцию кохлеарных имплантов. Почему? Сам по себе вот этот кохлеарный имплант, он очень дорого стоит. И в бюджете у нас в России это заложено. Но у нас нет дополнительных денег на реабилитацию, потому что, когда ставят ребенку вот этот вот кохлеарный имплант, с ним надо очень много заниматься. И врачи, сурдологи забывают об этом говорить родителям. И родители просто не знают, что после операции с ребенком необходимо очень много заниматься. Ставить звуки, учиться различать звуки, что еще там может быть, учить говорить и так далее. Это очень большая, тяжелая такая вот работа и очень длительный процесс. Сами глухие, как правило, не ставят своим детям вот этот вот кохлеарный имплант. А вы слышите, родители, они не знают, что делать, когда у них рождается глухой ребенок. И они следуют советам врачей там или, может быть, в основном врачей. Да. И они ставят этот кохлеарный имплант. А потом удивляются, почему ребенок не говорит и не слышит. Потому что его не научили этому. По сути, еще раз скажу, что вот это пользователь кохлеарных имплантов – это глухой человек. Только с мощным, таким сильным слуховым аппаратом, который находится внутри головы. Если вот этот имплант сломается, он будет глухим. Если с имплантом что-то случится, ему надо будет снова делать операцию. А это очень большие деньги, очень большие. Так, поедем дальше. Есть также две концепции инвалидности. Есть медицинская концепция инвалидности. Это акцент делается на вот таких вот особеннох человека. Это когда глухому человеку твердят, что он ненормальный. И ему надо делать кохлеарные импланты, слуховые аппараты носить. Он не должен использовать жестовый язык. То есть он его пытается переделать под нормального слышащего человека. И вот эта вот медицинская концепция, она, как правило, ломает человека глухого, когда он заканчивает школу и идет в университет и идет работать. Он сломленный. А вот социальная концепция инвалидности, тут внимание уделяется не вот этой вот медицинской проблеме, когда у него слуха нету, а, скажем так, в его барьерах, когда вот это вот общество не может понять глухого человека, когда общество не принимает. И, а если общество принимает глухого человека, понимает его необходимость, допустим, в получении информации или в дополнительных, скажем так, привилегиях, чтобы глухой чувствовал себя комфортно. Это социальная концепция инвалидности. Мы сейчас к этому идем и постоянно рассказываем о культуре глухих, о традиции глухих, о жестовом языке. То есть глухой человек – это не инвалид, по сути, а нормальный человек просто из другого мира и с другим получением информации. И последнее. Инвалидность – это не болезнь, а состояние человека. Как я уже и говорила вам вначале, что корректно использовать, если человек с инвалидностью по слуху. Это будет корректно. То есть, получается, он человек, остается от человека. А вот эта вот инвалидность – это просто какая-то особенность его. Не инвалидность, а потеря слуха – это его особенность. Ну вот, как я уже вам и говорила, глухота, медицинская концепция глухоты. Глухота – это значит потеря слуха. Так, извините, пожалуйста. Глухой – это значит он другой, отлоняющийся от нормы вот этого слышащих людей. И нарушение слуха – это необходимость, когда надо лечить слух постоянно. Истории очень много написано о том, как пытались лечить глухого человека. То есть, ставили ему какие-то приборы, делали операции. Очень много глухих где-то в XIX веке погибали от этого. А какие могут быть последствия? Аудизм – это новое слово, не «т», а «д». Это термин, используемый для описания негативного отношения глухим или слухослышащим людям. Обычно это считается формой дискриминации, предрассудков или общей неготовности приспосабливать тех, кто не может слышать. Те, кто придерживаются этих точек зрения, называют аудистами. А их взгляды могут принимать самые различные формы. Какие могут быть формы этого аудизма? Отказ использовать жестовый язык в присутствии глухого, даже если вы им владеете. Унижение глухих и слабослышащих людей за слабое владение языком. Языком, в нашем случае, это русским языком. Даже если они сильны жестовым языке. Настаивание на том, что глухие и слабослышащие люди должны подчиняться слышащим. Нежелание приспосабливаться к слуховым потребностям человека. Ну и так далее. Это форма аудизма. И дискриминации жестовых языков. В нашей советской сортопедагогике было четко прописано, что использование жестовых языков в обучении детей запрещено. Сейчас в современной сортопедагогике эта ситуация потихоньку меняется. Это очень здорово. Потому что обучить глухому человеку русскому языку – это очень тяжело. Русский язык сам по себе очень тяжелый. И, к сожалению, вот наши глухие очень слабо владеют русским языком. Поэтому мы идем к тому, чтобы глухого человека научить русскому языку с помощью жестового языка. То есть, получается, глухой человек или собососовщий человек должен хорошо знать два языка. Наш русский язык национальный и русский жестовый язык. Так, поедем дальше. Как мне тут? Тут не получается. Социальная, вот эта культурная концепция глухоты, она немножко по-другому позволяет понимать глухого человека. То есть, получается, глухота – это не болезнь, а именно особый культурный феномен, самоидентификация. Потому что очень многие глухие не воспринимают себя как глухого человека. Они считают себя сломленными, хуже, чем слышащие. Осознание собственных отличий. То есть, если слышащий человек, у него есть один язык, то у глухого человека есть два языка. То есть, искать по всем плюсы. Борьба за свою идентичность. Ну и право на культуру глухих. Про культуру глухих я вам расскажу со следующего слайда. Так, что же входит в этот понятие культура глухих? Прежде всего, это жестовый язык. Жестовый язык – что же он такое? Жестовый язык – это полноценная лингвистическая система со своими правилами, грамматикой. И удивительно, что вот этот жестовый язык, он не имеет письменности. Но он передается как бы по наследству. И ядро, вот это вот, скажем так, культура глухих является глухие из семей глухих. Они являются носителями этого языка. Вот сейчас, если понаблюдать, когда вышел закон в 2012 году, по истечении 10 лет, очень много исследований провели по изучению русского жестового языка. Много словарей сделали. Словаря именно как русско-жестовый язык. Начали готовить переводчиков жестового языка на базе высшего образования. Начали готовить преподавателей жестового языка тоже на базе высшего заведения. Также в культуру глухих входит вот это самоопределение, когда глухой человек воспринимает себя как глухого человека. Не как сломленного, как я уже сказала, а глухого человека. Схожие поведенческие паттерны. Это когда, скажем так, глухие, они между собой, когда разговаривают, они чапкают, потому что они не слышат. Или когда они кушат, у них обязательно вот это вот, они постукивают по столу. Если они приходят к компании, к какой-нибудь кафе, и видят, что там на столе стоит какая-то бутылка, это им мешает. Они бутылку, как правило, уберут. Также глухие, в каком-нибудь помещении, они становятся в круг, чтобы лучше друг друга видеть, а не слышат. Внутренние браки. Тоже очень интересно. Очень редко можно встретить пару, где один слышащий, а другой глухой. Как правило, они выходят замуж или женятся на себе подобных. То есть я глухой, мой муж или жена должен быть тоже глухой. Или слабослышащие. Общность исторического наследия. Вот эта вот история глухих, она очень большая. И не всегда все было так радужно и хорошо. Глухих не уважали. Их всегда выгоняли. Над ними проводили всякие опыты. То есть они как бы изгои были. Но сейчас, слава богу, эта ситуация изменилась. Наличие святей объединений и организации. Самая крупная организация у нас в России – это Всероссийское общество глухих. Ну, там есть и остальные организации. Я не буду на этом заострять внимание. Я в конце нашего занятия отправлю вам ссылку на вот это вот Всероссийское общество глухих. Там можно очень много посмотреть всякой полезной информации. Итак, если смотреть на русский жестовый язык, как лингвистический. Да-да-да, Татьяна, абсолютно верно. Жестовый язык у каждого народа свой. Да, да. У нас русский, во Франции французский, в Америке американский, в Англии британский. Ну, я не буду тоже как бы подробно все об этом рассказывать. Есть, есть, есть. Ирина, есть, есть. Мартьянов, например, чудесный художник. Можно об этом посмотреть тоже в интернете. Так, как я уже и говорила, что вот это вот ядро культуры глухих, это является наличие собственного языка. И вот эта вот идея билингвизма, она очень классная, потому что если глухой человек будет знать свой язык жестовый хорошо, так же, как и русский язык, он получится как бы билингва. Он будет свободно переходить с одного мира, то есть мира слышащих, на другой мир, мир глухих. Так, жестовый язык. Он делится на три вот такие вот категории. Сам по себе русский жестовый язык. Вот, как я уже и сказала, он имеет свою грамматику, лексику и там подобное. Калькируша жестовая речь. Вот, к сожалению, очень многие вот эти переводчики жестового языка, а также сурдопедагоги грешат этим, когда говорят, что я знаю жестовый язык. Нет, они знают калькируша жестовая речь. Что такое калькируша жестовая речь? Это когда предложение там или текст на русском языке сопровождается жестами. То есть там получается порядок слов, так же, как и в русском языке. Они просто сопровождают жестами. Это не настоящий жестовый язык. И вот эта калькируша жестовая речь, она очень тяжело воспринимается глухими, даже теми, кто хорошо знает русский язык. Ну и международные жесты. Международные жесты были придуманы в 50-х годах прошлого века для того, чтобы собираться на вот таких вот крупных конференциях, собраниях, там, где глухие со всего мира собираются и обсуждают проблемы. Чтобы не приглашать с каждой стороны по переводчику, они придумали вот это вот международные жесты. Международные жесты – это не жестовый язык, это искусственно придуманные жесты для облегчения понимания друг друга. Вот глухие, слабослышащие, пользователи кохлеарных имплантов, слышащие дети глухих родителей. Вот это вот слышащие дети глухих родителей, они, как правило, потом во взрослую жизнь становятся переводчиками русского жестового языка. Вот так вот, да. Но это не всегда. Так, а теперь как с ними взаимодействовать, если вы вдруг увидите глухого человека? Когда вы хотите позвать глухого человека, не нужно вот так вот обходить, а просто спокойно вот так вот позвать его и все. Я работаю в школе, я очень плохо слышу, и у меня так сложилось, что я стою, вернее, сижу спиной к двери. Я не слышу. И когда очень тихо подходит, и очень тихо, спокойно вот так вот меня зовут, это ужасно. У меня сердце всегда как бы уходит в пятки. Мне всегда страшно. Поэтому очень важно не сильно его вот так вот звать, и не тихо, а просто, как обычно, позвать его и все. Очень часто вот такой вот, не часто, а есть такой вот стойкий стереотип, что раз глухой, значит, он очень хорошо считывает сгуб. Нет, это ложь, скажем так. Не все глухие очень хорошо считывают сгуб. Да. Если вдруг вы встретите глухого с переводчиком, очень важно тут понимать, что вы обращаетесь к глухому, а не к переводчику. Бывает такое, что слышащий человек говорит переводчику, передайте ему, пожалуйста, вот это говорить не надо. Переводчик сам переведет то, что нужно, необходимо, то, что вы скажете. Поэтому обращайтесь напрямую к глухому человеку. Да, кстати, вот, часто бывает такое, когда я говорю, что я очень плохо слышу, или я не слышу, они, слышащие, как правило, начинают орать. Когда они орут, у них очень сильно портится артикуляция, и тем самым еще хуже, очень сложно их понять, что они вообще хотят сказать. Поэтому кричать не надо, проще сказать четко, или можно использовать другие слова, чтобы было понятно и всем. Вот. Тоже такое вот бывает, когда собирается компания, там есть, где есть глухие, и слышащие, слышащие между собой, вот так вот быстренько общаются, а глухой человек, он становится как бы третьим лишним, что ли, ему некомфортно. Он пытается понять, о чем они говорят, и он не успевает. Поэтому этого делать тоже не надо. Ну и самое главное, это не пытаться изображать жестовый язык, потому что, как я уже говорила, жестовый язык – это полноценная лингвистическая система, и ее надо изучать не один год. Ну и дактиль. Дактиль можно посмотреть в интернете, их там очень много. Дактиль, что же это такое? Это ручная азбука. Даже если очень сложно выучить жестовый язык, то вот этот вот дактиль русского жестового языка будет вам прекрасным помощником при общении с глухим человеком, и не только с глухим. Даже если вы будете общаться между собой, слышащие, допустим, на важном совещании, там или еще что-то, когда сказать некрасиво не нужно, потому что окружающие могут услышать, вы можете сказать дактилем, это очень удобно. Вот дактиль русского языка, русского жестового языка, а вот это вот дактиль американского жестового языка, а это дактиль британского жестового языка. Это очень интересно, потому что, по сути, у них вот этот словесный устный язык одинаковый. Ну, там, может быть, британский и королевский, может быть, но вот это вот правописание у них почти все одинаковое. Ну, а вот жестовые языки у них абсолютно разные. Посмотрите, в американском жестовом языке дактиль одноручный, дактиль британского жестового языка двуручная. Вот тут очень важно также понимать, как общаться, нет, как давать информацию глухому человеку, какие способы могут быть. В первую очередь это субтитры. Субтитры, они не всегда помогают, но они все-таки тоже источник информации. У нас на телевидении очень мало, где есть субтитры, где какие-то там каналы или передачи сопровождаются субтитрами. Мы, наше общество глухих, делают все для того, чтобы почти во всех каналах было субтитры, как за рубежом. Также у нас очень мало вот этого текстовой информации. Вот, например, если что-то случается там или еще что-то, об этом сообщают слух на радио, или там слышащий человек там скажет устно, то глухой человек, он не успевает получать эту информацию. Был такой случай, один парень поехал в Рязань, а там в Рязани на вокзале есть два пути. Первый путь и второй путь. И он должен был вернуться в Москву. Но написано на табло было сначала, что поезд идет по первому пути. Да, по первому пути, но там не сказали, на какой платформе. Нет, сначала как. По первой платформе, но не написали, какой путь. А он-то не слышал, он стоял, и тем самым он просто опоздал на поезд. В этом случае важно не только, чтобы было как бы устно сказать, поезд прибывает на второй путь, там все. Очень важно, чтобы это было написано, чтобы глухой человек мог сориентироваться. Ну и, конечно, очень важно, чтобы везде, почти везде был перевод на русский жестовый язык. Вот бывает такое, что вот я мама, глухая мама, слабослышащего ребенка. У меня ребенок учится в массовой школе, то есть в обычной школе. И когда я прихожу на родительское собрание, я себя чувствую очень неуютно. Я чувствую себя как животное. Когда все кругом говорят, а я не понимаю, о чем там, я сама не могу сказать. Поэтому, а когда я прошу, чтобы мне предоставили переводчика жестового языка, или чтобы я взяла с собой переводчика, мне в этом отказывают, потому что переводчик, он чужой человек, он не должен приходить на собрание и так далее. То есть в этом случае я чувствую себя очень сильно ущемленной. Также в музеях очень много, в музеях и не только в музеях, вообще практически везде, на вокзалах, там, где вот эти вот жизненно важные информации, они сопровождаются только коротеньким, вот таким вот текстовым, текстовая информация содержится. Но, как я уже и говорила вам, что глухие не всегда понимают русский язык. И в этом случае было бы здорово еще и кратко вот эту вот информацию перевести на русский жестовый язык. Это было бы очень здорово. А последнее, это касается музея. Я не буду об этом рассказывать. Так. Нет, я тоже не буду. Так, так, так. Так. Как проводить мероприятие с переводом на русский жестовый язык? Если у вас, если вы будете проводить, допустим, праздник какой-то, и к вам придет глухой человек, что же нужно для этого сделать? Вы сначала приглашаете переводчика русского жестового языка. Как найти этого переводчика? Обращайтесь в общество глухих. Там, как правило, присутствует переводчик. Вот этому переводчику надо заранее дать какие-то материалы, чтобы он ознакомился с тематикой этого, скажем, праздника. И он смог бы правильно подобрать жесты. Потом, в чем будет одет переводчик? Потому что в определенных ситуациях переводчик должен быть одет определенно. Соответствующее. Так, где будет переводчик стоять? Потому что бывает очень часто, когда вот таких вот на крупных, таких городских мероприятиях переводчик стоит рядом с глухим человеком. Это неправильно. Переводчик должен стоять там, где говорят. Не глухие, а слышащие. Вот, допустим, ведущие, когда что-то рассказывает интересный переводчик, должен стоять с ним рядом. Потому что, как правило, глухие смотрят на переводчика. И то, что там происходит на цене, они не знают, они не видят. И у них, получается, весь праздник просто это один переводчик. Любой труд должен быть оплачен. И переводчик за его работу должна быть соответствующая плата. И вот это вот остранение посторонних шумов. Это очень важно, когда вы находитесь, скажем так, в таких вот закрытых помещениях. Там не должны быть дополнительные звуки, музыка, например. Переводчику будет очень сложно слушать и переводить. Вот так вот. Это я не буду. Не буду. Так, как привлекать аудиторию? Очень часто бывает такое, что студент, слышащий, пишет какую-нибудь работу, диссертацию. И он выбрал тему, что-то связанное с глухими или слабослышащими. Когда он пишет тесты, глухие, как правило, они не понимают, что написано в тестах. Тут очень важно, чтобы сначала был русский язык, предложение на русском языке, плюс видеоролик на русском жестовом языке, чтобы у глухого был выбор посмотреть, прочитать или включить видео и посмотреть видеоролик на жестовом языке. Это очень важно. Вот. Вот так вот. Вот как пример. Опрос, видео, опрос, видео. Это очень удобно. Очень хороший сайт, где можно посмотреть, узнать, познакомиться с определенным каким-то жестом. Вот QR-код можно открыть сейчас, потому что я презентацию вам не отправлю. Вводите в слово, и там показывается жест. Это не нужно. Ага, вот. Очень хорошая статья, там, где подробно прописано про калькирившую жестовую речь и русский жестовый язык. Скажите, у вас открываются ссылки? То есть, не ссылки, а вот эти вот QR-коды. Так, я возвращаюсь назад. Вот. Открыли? Открыли? Ирина? Ой. Так. Я тогда перешлю модератору, а она вам тогда. Я просто не знаю, каким-то способом можно вам еще отправить. Отлично. Сделали фото. Хорошо. Вот статью также можно посмотреть, почитать. Очень полезно и интересно. И ссылка, где... Вок.info.ru И вот там вот, я ссылку вам отправила. Там можно посмотреть, как живут глухие люди, чем они занимаются и так далее. Хорошо, давайте так сделаем. Татьяна, давайте так сделаем. У меня все. То, что я хотела рассказать, я вам рассказала. Если есть какие-то вопросы, пишите. Вам спасибо. Ну, может быть, там через некоторое время, когда вы все это... Как вы переварите, появятся вопросы. Я на связи. Можно написать Татьяне. Татьяна мне напишет. Так, Ирина у меня спрашивает. Есть ли у вас проблемы при посещении библиотек? У меня лично проблем с этим нет, потому что я хорошо знаю русский язык. А у остальных глухих, ну, не у всех, но практически у большинства, они не любят читать, не любят библиотеку, потому что они не знают русского языка. Им это сложно дается. К сожалению, мы тоже ищем всякие пути решения этого проблемы. Мы организовываем всякие кружки, чтобы глухие научились, любили, вернее, читать. Потому что очень трудно. Правильно ли говорить суртопедагог? Да, 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 да. Отлично, да. Суртопедагог с точки зрения этики, да. Суртопедагог, да. Очень хорошо, что у вас много глухих в читателях. Это очень здорово. А скажите, а где вы находитесь? А может быть, в школе или где? А глухие это школьники или взрослые люди? И взаимодействуете ли вы с обществом глухих? Ага, то есть интернат там, где обучаются глухие детки. Угу. Очень хорошо. Отлично. Может быть такое, что глухие, когда прочитают или берут книгу, они потом идут к переводчикам, и переводчик им объясняет значение этого слова на жестовом языке. Такое тоже, как вариант, бывает такое. А вы узнаете, пообщайтесь с глухим человеком, просите у него, как он понимает текст, сможет ли он пересказать вам, может быть, у него есть какие-то другие еще предпочтения. Я бы вам хотела порекомендовать очень хорошую книгу. Сейчас я принесу ее. Если вдруг у вас получится где-то узнать или обратиться в общество глухих, попросить их купить эту книгу. Эта книга вообще, она без золота. Вот. Сообщество глухих и жестовый язык. Ее написала Анна Комарова. Комарова, она слышащая из семьи глухих, и очень долгое время занималась именно вот этим вот изучением жестового языка и культуру глухих. Эта книга, по сути, справочник по глухим людям. Там все подробно, все-все-все-все-все прописано. Очень хорошая книга. Обращайтесь в общество глухих, и они вам расскажут, как приобрести эту книгу. Она прям, ну правда, она без золота. Сообщество глухих и жестовый язык. Анна Анатольевна Комарова. Обязательно ли учить глухого ребенка языку жестов? Язык жестов, как я уже вам и говорила, это победенческие вот такие вот проявления жестовому языку. Да, обязательно. Потому что это его первый язык. Он получает информацию посредством вот этого жестового языка. Как ему объяснить, почему солнце желтого света? Или когда ребенок начнет спрашивать, почему, а зачем? Почему нельзя переходить на красный свет? Как вы это объясните русским языком, если ребенок вас не понимает, он не слышит вас? На жестовом языке можно прекрасно рассказать какую-нибудь сказку или объяснить, что можно, что нельзя. Это очень удобно. Жестовый язык должны учить и те, кто с ними общается. Абсолютно верно, да. Учитель замечает, что ребенок на уроке плохо слышит. Родители игнорируют, как работают учители. Поскажите методы. Так, очень хороший вопрос. Я с этим не встречалась, но я точно знаю, что в обычных массовых школах присутствует социальный педагог и психолог. Вот они, как правило, взаимодействуют с родителями и могут подсказать, что нужно сделать. Потому что, когда ребенок не слышит и не получает информацию, он, как правило, становится хуже учиться. Он становится раздражительным. Ему очень сложно находить контакт, общий язык с одноклассниками. Поэтому тут нужна команда специалистов, которые могут убедить родителям, чтобы помочь ребенку. Потому что если игнорировать, абсолютно игнорировать эту проблему, ребенок потом вырастает никчемно. Он никому не будет нужен. Вот так вот. И родители будут постоянно его, как бы, тащить себе на шею до конца своей жизни. Это никому не нужно. А еще вот тут вот я подумала. Вот это вот. Учитель замечает, что ребенок на уроке плохо слышит. На какой школе? Коррекционной или в обычной массовой школе? Потому что в коррекционной школе там ребенку, как сказать, рекомендовано наносить слуховые аппараты. Но это не обязательно. Общая образовательная школа. Вот так вот. Там должен социальный педагог, психолог, вот так. И классный руководитель объединится и объяснит родителю, что последствия будут серьезные, если с ребенком не заниматься, и не давать ему как бы полноценную информацию, получение информации. Вам спасибо. Я смотрю, что тут больше нет вопросов. Я могу уходить? Татьяна. Вам спасибо. До свидания. А еще на жестовом языке можно сказать спасибо вот так вот. Сжимаете кулак и говорите вот так вот. Спасибо. Спасибо. А, то есть вы, как учитель-детектолог, что можете подсказать? Дайте им какую-нибудь информацию. В интернете полно, очень много вот такой вот информации, что делать с таким ребенком. Сначала ребенка надо повезти к врачу, чтобы ему сделали вот эту аудиограмму. Какая у него потеря слуха? Может быть, высокая потеря, почти глухоте, или средняя потеря, там, где ему может помочь слуховой, то есть ношение слухового аппарата. Прежде всего его надо, родители, вернее, надо убедить, что чем раньше можно помочь ребенку, тем лучше, потому что потом будет очень поздно. Надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Ребенка надо повезти к сурдологу или вот это сурдоцентр, там, где ему сделают аудиограмму. Ну все, до свидания.